Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Мой кошелёк готов, моё заявление об уходе с работы, если бы у меня была настоящая работа, тоже готово. А всё потому, что наконец-то Бакт действительно получил одобрение. Дата запуска Бакт 23 сентября, если они больше не перенесут его в 101 раз. Если вы уже давно на рынке, то знаете одно из самых основных правил. Покупай на слухах, продавай на новостях. Когда что-то пампится в ожидании события, то падает сразу же после него. Да, это не работает каждый раз, но это работает в большинстве случаев. Но будет ли этот случай таким же? Сейчас биткоин технически вырос на 13% от локального минимума. До важного уровня в 12 тысяч долларов, о котором мы уже не раз говорили, осталось приблизительно столько же. Но вдумайтесь, прошёл уже целый год, как вся эта шумиха вокруг Бакт началась. Бакт впервые объявили о том, что они собираются запускать фьючерсы с физической поставкой биткоина ещё в августе 2018 года. И на этот раз они официально получили разрешение практически в то же время, когда биткоин начал едва отталкиваться после падения. Вообще, есть мнение, что это самая обычая вещь, которая могла случиться с биткоином за очень долгое время. Хотя графики этого не показывают. Многие люди говорили то же самое и о фьючерсах Xiaomi, когда они запускались в декабре 2017. Да, перед таким событием курс биткоина взлетал, но после события всё было совсем не так весело, как ожидалось. Поэтому мы все знаем, как именно это происходит. Является ли это самым большим подтверждением той самой тактики «покупай на слухах и продавай на новостях»? Вполне возможно. Тогда я ничего не говорил о фьючерсных контрактах, потому что на тот момент я вообще не понимал, что это такое, и не хотел говорить о том, чего я не знаю. Да и канала у меня тогда вообще не было. Но сейчас моё наивное «я» понимает всё немного лучше, и на этот раз всё по-другому. На этот раз это хорошо для биткоина. Разница между Xiaomi и BACT заключается в следующем. Да, это такие же фьючерсные контракты, но на этот раз они основаны на реальном физическом биткоине. И это очень важно, потому что если это станет достаточно популярным, то BACT понадобится много биткоинов для обслуживания своих клиентов. Сейчас объём фьючерсов Xiaomi просто огромнейший и продолжает увеличиваться, но не обеспечивает ликвидности через покупку и продажу на рынках вообще. К тому же нет никаких сокращений предложения для биткоина, потому что Xiaomi не имеют с реальным биткоином дела. Так что можем ли мы считать BACT чем-то противоположным Xiaomi, так сказать пропуском на To The Moon? Чтобы ответить точно, нужно сначала увидеть, какие будут объёмы. Однако у нас уже есть небольшое понимание того, что мы могли бы ожидать на институциональном уровне. Например, у нас есть недавнее объявление от Coinbase. По словам CEO Coinbase, Брайана Армстронга, еженедельно Coinbase Custody принимает новые депозиты на 200-400 миллионов долларов. Как-то не так уж и много, от 200 до 400 миллионов долларов. И 100% не все эти деньги идут в биткоин. Хотя мы также не можем быть уверенными на 100% в том, что Брайан озвучил правдивые цифры. Но мы имеем ещё один отчёт от другого крупного институционального учреждения, которое также поддерживает биткоин. Называется оно Grayscale. Согласно некоторым ключевым выводам из их недавнего инвестиционного отчёта, активы, которыми управляет Grayscale, утроились с 926 миллионов долларов до 2,7 миллиардов. На фоне возрождения рынка цифровых активов. Сумма инвестиций в продукты компании составила 84,8 миллиона долларов. Это практически вдвое больше значения предыдущего квартала. По словам представителей фонда, недавний рост криптовалютного рынка в какой-то степени связан с новыми инвестициями. Особую активность проявляют институциональные инвесторы. С июля прошлого года их доля составила 84%. Короче, подавляющее большинство. И здесь я пытаюсь подчеркнуть то, что институциональный интерес, как мы видим из этого отчёта, не сразу является большим, но постепенно увеличивается. И это именно то, что мы хотим видеть. Поэтому даже если после запуска БАКТ мы будем наблюдать небольшие объёмы поначалу, думаю, со временем они начнут тоже расти. Но даже если этого не произойдёт, это всё равно хорошо для биткоина. На самом деле всё очень просто. Получение одобрения регулирующих органов является абсолютно масштабным событием. Потому что всё, что одобрено правительством США, выгодно для биткоина. Ведь это означает признание и принятие биткоина законом. Это одобрение БАКТ регуляторами может стереть барьеры для входа на рынок другим институциональным учреждениям, которые желают загрузить своих богатеньких клиентов на этот рынок. Но упадёт ли биткоин в день запуска или нет? Я не Ванга, чтобы сказать наверняка. Но в любом случае, всё происходящее хорошо для биткоина, независимо от движения его курсов на краткосрочных таймфреймах. Это мой личный уравновешенный подход и мнение. Конечно, есть и другие, которые скажут, что БАКТ является самым бычим институциональным событием в истории биткоина, и в принципе, не соглашаться с этим нет причин. На этом у меня всё. Подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно, богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»